Приветики! Сейчас ты узнаешь про спорт и какие виды спорта популярны в Бенилюксе, Франции и Германии, а также как проводят свободное время европейцы. Мне очень нравятся эти домики, я решила сделать видео здесь. Смотри это видео для того, чтобы твое киношно-туристическое представление поменялось на более профессиональное. Давай посмотрим. Приветики! Я Ника, жила и работала архитектором в Дубае с 2015 года, переехала в Бельгию и живу здесь. Сейчас мои интересы это Data Science, Tatu и Елена Паски, Digital Art Painting и Angel Ganev, также Екатерина Шульман, Сапольский и Мичиоков. Когда я приехала сюда и первый раз в Мехелине увидела пробежки на 5, 10, 15 и 20 километров, я, конечно, загорелась пробежать 5 километров, но о 10 километрах я даже не мечтала. То есть в школе я не занималась спортом и не участвовала в соревнованиях по бегу, я занималась немножко скалолазанием и занималась немножко шахматами. Если честно, в Бельгии очень большой процент на самом деле кауч-потейтос. Кто такие кауч-потейтос? То есть едят картошку фри, сидят, кьют-пиво и смотрят телевизор. У них довольно большой процент толстых людей. По сравнению с нами, например, в России дети, как правило, довольно худенькие, они вытягиваются и взрослые, в общем, тоже довольно худые. В Бельгии у них идет даже искривление ножек, у них ножки идут как бы внутрь к коленям и потом наружу к стопам. То есть чрезмерный вес влияет на структуру самих, самого скелета и самих ног, потому что им, допустим, стоять вот так, да, намного тяжелее для толстого тела, чем стоять вот так. То есть их ноги выглядят примерно вот так. Вот. Но вторая половина в Бельгии это очень активно занимающиеся спортом люди. И очень интересно, что у нас в России, например, такого нет. То есть они худенькие, да, но может они худенькие от того, что у них, в общем-то, еды не так много, да? В Бельгии очень много сыров, в Франции везут, в Бельгии очень много пива. То есть тут есть что поесть. В России у нас спортом как-то не принято заниматься. То есть в Бельгии довольно спокойно можно увидеть 50-летнюю женщину, которая берет первое место в своем забеге. Значит, по веб-сайту вы сможете посмотреть, где находится забег на год вперед. Это в основном будет Франция, Бельгия, Германия. За пределами Евроции это популярно в Америке также. Ну и в, я не знаю, с Брэкзитом, также это популярно в Британии. Я сейчас нахожусь в Мехелине в Фрайбрук-парк. Очень красивый большой парк, очень много людей здесь бегают. Очень много роз вот таких. Цветущих деревьев и будет полно еще. То есть здесь парк поделен на разные такие гарденс, дворики на разную тематику. Ну, мы сейчас пройдемся по парку. Я вам буду рассказывать про бег, про велоспорт и про другие спортивные интересные соревнования и пати. Вот. И заодно покажу вам, как выглядит парк. Так вот. В Бельгии следующий процент людей, которые очень активно участвуют в спортивной жизни, подразделяются где-то примерно на 70% мужчин и 30% женщин. То есть мужчины здесь довольно спортивные. Чем хорош бег? Бег хорош тем, что, во-первых, все ваше тело работает, ваши кости укрепляются, мышцы растут, понятно. Ваша кровь гоняется в места, которые были, застоялись, да, и которые... Особенно у девочек, вот у меня анемия, я думаю, девчонки меня поймут, да, холодные руки, холодные ноги, когда кровь до конца не поступает. Также ваша кровь прогоняет всякие возможные тромбозы, возможное будущее засорение. Кроме того, кровь, естественно, поскольку она довольно активно идет в теле, она питает мозг. Кроме того, ваши легкие работают. Кислород – это самое основное, что нам нужно для поддержания хорошего здоровья и для снижения веса. Кроме того, я, например, люблю бегать перед месячными, это для девочек. Когда у вас накапливаются токсины в организме, и это может вести к такому, знаете, такому спаду настроения, такому, не сказать, депрессивному, но это зависит от человека. То есть я сама оптимистичная по натуре. А если, допустим, у вас химический состав вашего мозга больше подвержен депрессии, то они могут усугубляться в период предминструальный, и это нормально. Но бег способствует вырабатыванию допамина и других положительных гормонов, которые поднимают ваше настроение и помогают вам преодолевать эти дистанции. В Бельгии от страны свом или болот, и здесь все реки очень похожи на Москва-реку, то есть такие все болотистые и очень болотные места. Вот этот парк, где мы сейчас гуляем, раньше представлял собой лес с болотом. Буквально 500 лет назад здесь было болото, сейчас это все высушено. Это парк и территория Мехинина. И я вам хочу показать сейчас красивую пруду. У них очень много кувшинок обычно. И очень много птиц. У нас сейчас птицы все на другом берегу. Я вам потом еще покажу. И вот такой пруд. Я вам так на заднем фоне его оставлю. Поговорим, вернемся к нашему спорту. Неважно, каким спортом вы будете заниматься, бегом, или я еще дальше расскажу о других видах спорта. Разница в том, обратите внимание, что клетки нашего организма, мы знаем, обновляются. Самый простой пример, это когда вы поранились, и ваша кожа затягивается. Ваши ногти растут, ваши волосы выпадают, и растут новые. Но также все остальные клетки организма тоже обновляются. У них есть разная скорость обновления, потому что кожа у нас более важная, ей нужно затянуться быстрее, чтобы оградить наше тело. И таким образом, через 2 года вы имеете абсолютно новое тело. Это абсолютно новые клетки. То есть важно не то, как вы ведете себя сейчас, а важно то, в какой динамике вы выберетесь. Для примера я вам ставлю ссылку на инстаграм, профиль моего друга, с которым я познакомилась в Дубае. Он всегда был толстым, он всегда, никогда особо не занимался спортом. 35 лет он решил, наверное, я займусь спортом. Решил, потихонечку начал бегать и кататься на велосипеде, и сейчас он участвует в Ironman. Ironman это как раньше был триатлон, который включал в себя марафонную дистанцию 42 километра бега, 180 километров на велосипеде и 3,5 километра плавания. Ironman включает в себя 10 километров бега, полтора километра плавания и 40 километров на велосипеде. А это вот моя любимая кафешка, в которой я очень часто сидела, когда учила в Мехелине голландский язык. Но сейчас мы пойдем, я вам покажу детскую площадку, а потом сядем в кафе. Копи! Копи! Обычно это самая любимая вещь для детей. Ну и что ты думаешь после того, как я тебе все это рассказала? Напиши в своих комментариях, может быть у тебя другой любимый спорт, или может быть у тебя дополнительные советы по тому, как легче бегать или начать бегать. И также подписывайся на мой канал, жми на колокольчик. И следующая тема нашего разговора это еда. Она выйдет в следующий четверг. Ну все, пока-пока, удачи!